Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Межляк Полонский и Кер, под номером 958. Нас просят выразить из данного уравнения переменную y через переменную x и найти какие-нибудь два решения этого уравнения. Итак, уравнение под номером 1. 4x-y равно 7. Нам нужно выразить y. Оставляем минус y в левой части, переписываем правую часть и переносим 4x из левой части в правую, меняя знак на противоположный, будет минус 4x. Умножим обе части уравнения на минус 1. И тогда в левой части будет минус y умножить на минус 1, это y. В правой части 7 умножаем на минус 1, минус 7. И минус 4x умножаем на минус 1, будет плюс 4x. Это мы выразили y через x в первом уравнении. Ну и теперь найдем какие-либо два решения. Для переменной x мы будем сами выбирать значения. Если, например, x равно 0, то найдем значение переменной y. Вместо x подставляем 0. И тогда будет минус 7 плюс 4 умножить на 0. 4 умножить на 0, это 0. К минус 7 прибавляем 0, это будет минус 7. И тогда пара чисел 0, минус 7 будет являться решением данного уравнения. Нам нужно найти еще одно решение. Если x равно, ну, например, 10, то найдем значение переменной y. Вместо x подставляем 10. И тогда это будет минус 7 плюс 4 умножить на 10. 4 умножить на 10, это 40. От 40 вычитаем 7, получаем 33. Пара чисел 10, 33 является решением данного уравнения. Перепишем уравнение под номером 2. Минус 2x плюс y равно 11. Выразим переменную y через переменную x. y оставляем в левой части, в правой у нас 11. И переносим из левой части в правую, минус 2x, меняя знак на противоположный. Будет плюс 2x. Все, мы выразили y через x, а теперь найдем два решения данного уравнения. Если x равно, и можем подставить любое число, возьмем 0. Тогда вычислим значение переменной y. 11 плюс 2 умножить на 0. 2 умножить на 0, это 0. К 11 прибавляем 0, это 11. И мы получили с вами одно из решений данного уравнения. Это будет пара чисел 0, 11. Ну и возьмем для x отрицательное значение, любое, например, минус 2. Минус 3 давайте. И вычислим значение переменной y. И тогда у нас будет 11 плюс 2 умножить, а вместо x подставляем значение минус 3. Получаем 11 минус 6. Произведение двух чисел с разными знаками, результат отрицательный. А теперь от 11 вычитаем 6, это будет 5. Таким образом, мы получили с вами пару чисел, которые являются решением данного уравнения. Это эти числа минус 3, 5. Ну и последнее, третье. У нас уравнение 5x минус 3y равно 15. Минус 3y оставляем в левой части. В правой части у нас 15, переписываем. И переносим 5x из левой части в правую, меняя знак на противоположный, будет минус 5x. А теперь разделим обе части уравнения на коэффициент перед y, или что то же самое, умножим обе части равенства на число, обратное коэффициенту перед y, то есть на минус 1 третью. В левой части минус 3 умножить на минус 1 третью. Это произведение обратных чисел равно одному. 1 умножаем на y, это y. 15 умножаем на минус 1 третью. Результат будет отрицательный, потому что произведение двух чисел с разными знаками. А теперь перемножаем модули. 15 умножаем на 1 третью. 15 делим на 3, это 5. И 5 умножаем на числитель дроби на 1, получаем 5. Минус 5 умножаем на минус 1 третью. Знак будет положительный. Умножаем 5 теперь на числитель дроби. Это будет 5. Знаменатель не изменяем. 5 третьих. Но это неправильная дробь. Поэтому выделяем целую часть. Это будет 1 целая и 2 третьих. И дописываем буквенную часть x. Я сейчас запишу, как мы это делали. Мы поставили знак плюс, потому что произведение двух чисел с одинаковыми знаками. А затем мы 5 умножали на 1 третью. Поскольку мы целое число умножаем на дробь, и это целое число не кратно знаменателю, то мы это число умножаем на числитель дроби. Знаменатель оставляем без изменений. Получаем дробь 5 третьих. И выделили целую часть. 5 разделили на 3. Взяли по одному. 1 умножаем на 3. Это 3. От 5 вычитаем 3. Это 2. Это числитель. А знаменатель не меняем. Ну и теперь будем искать решение данного уравнения. Если x равно 0, то находим значение переменной y вместо x подставив 0. Будет минус 5 плюс 1 целая 2 третьих умножить на 0. 1 целую 2 третьих умножаем на 0. Это 0. К минус 5 прибавляем 0. Это минус 5. Получаем пару чисел, которые являются решением данного уравнения. 0 минус 5. А теперь выберем для x такое значение, чтобы его легко было умножить на дробь 5 третьих. А для этого числа должно быть кратно 3. Возьмем x равное 6. И тогда найдем значение переменной y. Это будет минус 5 плюс... Поскольку у нас с вами 1 целую 2 третьих, мы будем умножать на 6, то преобразуем это смешанное число в неправильную дробь. Мы уже знаем, что это 5 третьих. И умножаем на 6. Минус 5. Переписываем. 6 умножаем на 5 третьих. Для этого 6 мы делим на 3, потому что 6 кратно знаменателю дроби это 2. И умножаем на числитель на 5. 2х5 это 10. Минус 5 плюс 10 это 5. И мы получили с вами пару чисел, которые являются решением данного уравнения. Это пара чисел 6 и 5. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, из предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.